Накануне вечером экстренным службам пришлось уцепить целый квартал вокруг здания храма на Торцево-18А. Прихожане обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Специально обученная собака дала понять, находка может представлять опасность. К храму прибыли архангельские специалисты взрывотехники. На месте происшествия работал Сергей Курбан. Все экстренные службы города накануне вечером были подняты по тревоге в подвале храма на Торцево-18А. Обнаружили предмет, похожий на авиабомбу. Целый квартал в районе улиц Торцево, Полярной, Первомайской и Профсоюзной пришлось отцепить сотрудникам полиции. К месту опасной находки отправился кинолог со служебной овчаркой. Животное дало понять, предмет действительно представляет опасность. В это время из Архангельска на место ЧП уже выехали специалисты взрывотехники. Кстати, обнаружили подозрительный предмет рабочие, проводившие очистку подвала здания. Это предмет непонятной формы. Ну как, понятный такой, напоминающий что-то из боеприпаса. Сильно ржавая, продолговатая. Легкий такой. Так уж, как говорится, для страховки. Мало ли что-то. Не специалисты по таким вещам, поэтому обратились. На случай опасности экстренные службы даже подготовили план эвакуации населения из близлежащих домов. До принятия такого решения жителей на улицу не выпускали. Те, кто покидал оцепленный район, даже не знали о случившемся. Однако спустя два часа после начала операции полицейским, медикам и пожарным дали отбой. Сейчас здравотехники отработали, установили, что это баллон высокого давления, либо огнетушитель 40-х годов, то есть угрозу он не представляет. Этот предмет был изъят из подвала, сейчас он будет вывезен на утилизацию. То есть угрозы для населения и зданий нет. Работу всех экстренных служб специалисты оценили как хорошую на месте. Первые наряды полиции и пожарные были уже через несколько минут после вызова. Сам же предмет, обнаруженный в подвале церкви, еще только предстоит исследовать. Сотрудники отдела специальных работ могут лишь предполагать, как находка оказалась в грунте под зданием. У нас город намыт из песка, который привозился с определенных участков. И, соответственно, думаю, что с этим песком он пристроительстве сюда и попал. То есть позже было возведено здание здесь. И потом уже в определенный момент он там находился, пока его не нашли. По маркировке емкости можно будет определить и назначение баллона. Точно ясно, в подвале церкви, который когда-то был бомбоубежищем, находка пролежала более полувека. Сергей Курбан, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.